На второй день мы продолжили экскурсию по городу Иркутску. Когда еще сюда попадешь, неизвестно, а посмотреть город хочется. Город городом, а приехали мы на Ангару, приехали на охоту. Сегодняшний день посвятим поиску новых мест. Рыба бегает по реке, а мы побегаем за рыбой. Поныряли, посмотрели и поехали ближе к Иркутской плотине в район автомобильного моста. Я наливаю горяченькой водичкой. Мы сегодня ездили по Иркутску, снимали город. Поэтому я переодеваюсь не в душе дома, комфортно, а на берегу Ангары. Ну и мне хотелось бы запомнить, как на берегу Ангары это нечасто в жизни бывает. Сегодня морозить такой, наверное, минус 8, минус 10. Ну ничего, мы ребята привыкшие. Жив будем, не умрем. Чтобы в горячую залезть, раздеваемся до гола, заливаем в куртку. Штаны быстренько залезли, потом залезли в куртку. Все нормально. Вперед, поехали. Зимой все время я одеваю на поясницу пояс, который почки и позвоночник ваш бережет. Это правильно. Ну вот. Подтягиваем костюм. Ногти должны быть подстрижены. И костюм берем все время за материю. Здесь резина открытой поры, за нее мы не берем. Берем за материю и подтягиваем. Чтобы лишний воздух, чтобы все ушло. Посижу, пропущу льдинки и пойду. Стремительное течение обламывает береговой лед и несет его по реке. Если быть невнимательным и позволить такой льдинке ударить вас по голове, то результат будет не в вашу пользу. Заходя пешком вверх по реке, снова и снова сплавляемся вниз. 300-400 метров пролетают за 2-3 минуты. Надо найти рыбу, нырнуть, выстрелить и попасть. А это непросто. Вот так вот мы, как тюлени, выпрыгиваем на лед. Потому что дальше по течению унесет далеко, уже будет возвращаться. И по льду ползем в сторону берега. Юра, привет! Привет! Давай рассказывай! Все рассказывай. Будем действовать по другой схеме, как в детском саду. Первый плывет, видит позицию, подает знак. Второе, двое хотя бы ныряют за ним. То есть попасть, чтобы в стадо. Разрозненно стоит вообще. Есть, есть хорошие экземпляры. 3-4 килограмма точно. Ты видел 3-4, да? Да, да, да. Вот сейчас проплывали. Ваня тоже видел. Я ему знак подал, он стрельнул, но, видать, неудачно. Пешком вверх по берегу, да по морозцу, конечно, бодрит. Но на лодочке с ветерком вверх по реке – это лучше. Сегодня я охочусь с Сашей М. Он молодой охотник, но успешный и азартный. Без рыбы редко возвращается с реки. Мало рыбу увидеть, ее часто приходится догонять. А так как ленок идет вверх по реке против сильного течения, то охотнику приходится очень серьезно поработать ластами. Стремительный поток воды несет хариус ленок. Рыба очень быстрая и стремительная. Вчера рыба была. Взял я одного ленка на 2 килограмма. А сегодня рыба сместилась. Сейчас мы… Я вниз сплавляюсь, меня на лодке берут и опять наверх. Вот. И сейчас ищем рыбу, она немножко сместилась. Куда ушла, пока непонятно. Ленок есть, хариус есть, но пока не так много. Вот так вот отталкиваюсь ластами. Конечно, без грузов это сделало гораздо легче. Можно забросить груза в опы сначала. Вот. Но это все долго. Можно с грузами запрыгнуть, но тяжелее. Вот так. Снова в лодку. И снова вверх. И снова вверх. До победы. Пока мы не найдем хороший кадр. Как говорится, ни дня без строчки. Здравствуйте, зовут меня Александр. Фамилия моя М. Занимаюсь подводной охотой с прошлого лета. Люблю охотиться на реке Ангаре, ее залью. В зимнее время охочусь на ленков и хариуса. Тоже на реке Ангара. Вот очередной мой трофей. Ленок около трех килограммов. На дне увидел стай кулинков, нырнул. Выбрал покрупнее, стрельнул, попал. А скажи, Саш, ты увидел стай кулинков, нырнул, что они не разбежались, они стояли за камнями? Рыба, она вся осторожная. Чем меньше движений, тем она ближе подпускает. Прикинулся бревном, подкрался. Ну, ты полз по дну? Ты полз, Саш, по дну или тебя тащило течением? Здесь довольно быстрое течение, как видите. Против него выкрести невозможно. Поэтому я сплавлялся по течению. Да, по течению, но ты как бы уже прижался к земле и полз. Да, около дна был. Около дна был, да? Ну, вот смотрите, вот такая красивая рыба, которую Александр подбил. Вот сегодня мы мечтаем, чтобы вот таких ленков нам поснимать, еще пострелять. Желаю побольше удачных зоныров. Молодец. Да. Чтобы везло на таких вот рыб. Спасибо тебе, Саш. Тебе удачи. Чистой воды тебе и крупной рыбы. Спасибо большое. Вот у нас уже развели костерчик. Да, сейчас будем мы из ленка варить уху. Прямо на берегу ангары. Ну, вообще, такое счастье просячье для москвича, который в первый раз приехал на ангару. Им-то че вот этим, которые стоят? Ангара, ангара. А мне-то ангара. Вы внимательно смотритесь в эти лица, которые я вам сейчас покажу. Вот я так медленно сейчас пойду по кругу. Вот это стоят все, да, группа поддержки и боевые охотники, с которыми мы два дня провели на ангаре. Вот эти суровые, мужественные лица, которые вы видите. Люди, которые охотятся в экстремальных условиях, да, на прекрасной речке ангара. Так, ну что, братцы, уха у нас уже готова. Все, разлив пошел. Ой, народ стоит просто. Пишица жирная получилась. Ну, в общем, восторг неописуемый, конечно. Вот солнце садится у меня за спиной, за мостом. Да, спасибо, не буду. Это мне уже предлагают водки, уже полбутылки сразу. Спаивают по страшному. Держусь из последних сил. Вот, и, конечно, такая фраза «На ангарой садилось вечернее солнце». Ну, конечно, такая литературная. Ну, красиво, красиво. Вот уже икра, да, из рыбы, которую мы только что подстрелили. Вот Саша их подбил. Я после Саши взял еще одного ленка. Не знаю, он там с икрой нет. Это же не важно. Важно то, что вот так вот на берегу дружной компании, на берегу ангары, в Иркутске, тут же рыбу взяли, уже и икру наматлили, вот роды, ухи сварили. Ну, прекрасно. И всем вам того же желаю. Всем подводным охотникам нашей огромной-огромной страны. Продолжение следует...